я недавно был в путешествии на камчатке ездил за рыбой смотрел как она вылавливается пробовал ее на вкус и спрашивал как в рыбном крае готовят уху набрался опыта в приготовлении ухи и сегодня я вам расскажу как же на камчатке готовят уху и чем она отличается от всех остальных из всех камчатских видов дикого лосося я ну и вообще на мой взгляд считаю что горбуша самая оптимальная для ухи у нее особый вкус и она создает несколько другой нежели например чивыча или кита чаще всего камчадалы не наваривают бульон на костях но некоторые из них говорят как же так нужно бульон наварить поэтому я использую например плавники и хребет у меня здесь как раз вот от разделки рыбы я отправляю их в бульон лавровый лист сразу же отправляю картошку и морковку как я уже сказал кто не наваривает бульон на рыбе те сразу наваривают бульон на овощах а потом добавляют рыбу и все я все-таки решил что немножко плавников поварим для того чтобы у ухи был лучший вкус я использую две рыбы горбуша и палтус потому что палтус на в тихом океане водится полным полно эта рыба жирная дает дополнительный интересный сливочный вкус для ухи бустер включил для того чтобы овощи сразу загорелись ой смысле все чтоб сразу закипела пока у меня закипает кастрюля с овощами и с хребтами плавниками очень важным элементом я бы сказал одним из самых важных ухе является голова причем и разрезают вот так вот вдоль на две части и варят вместе со всем остальным потому что щечки которые находятся вот здесь это самый большой деликатес на камчатке и важный деликатес рядом щечками это глазницы сам твердый глаз не едят а вот то что вот находится вокруг глаза вот в этой это самая самая вкусная и премиальная лук добавляем практически сразу то есть пару минут морковь и картофель отваривается и следом можно добавить свежий лук то есть по идее все вместе должно создать некий вкус для бульона помешиваем помогает так сказать закипеть воде и как только у нас овощи закипели даем им повариться буквально пять минут не более картошка нарезана мелким кубиком поэтому все сварится довольно быстро главный принцип камчатской ухи не заморачиваться сразу же добавляем черный перец вообще его нужно добавлять горошком но мне не нравится когда в ухе плавает горошек поэтому я его перемалываю из крышечки довольно большое количество высыпаю прямо в кастрюлю соль по вкусу перец по вкусу я работаю на индукции чем хороша индукция она быстро нагревается если у вас есть гусятницы вы ее ставите вот так вот на две конфорки врубаете и у вас одновременно работает и все нагревается вот это я понимаю бульон почти готов картошки осталось варится 1 минута помимо всего в каждой ухе должна быть заправка это мелко рубленый лук и укроп без этого никак даже на камчатке используют только вот эти два ингредиента лук режу и белую зеленую часть произвольно хотите помельче хотите покрупнее главное что было удобно кушать ее ложкой я нарезал укроп плавники которые дали нам навар пора вынимать но вообще-то я вам скажу на камчатке это ничего не вынимается не хребты это все можно обгладать и люди живущие там ценят это больше всего больше чем филе головы оставляем достаем только вот то что у нас состоит из костей то есть мусор а теперь мы отправляем в кастрюлю филе вообще на камчатке рыбу режут поперек и оставляют и реберные кости и позвоночник и кожу но в частности у горбуши я оставил кожу но убрал кости почему потому что у кожи очень мелкая чешуя она не влияет никаким образом на поедание она не мешает но кожа дает очень хороший навар для бульона поэтому горбуша у меня идет с кожей но без костей я перекладываю все в бульон обязательно брюшной плавник нужно оставить потому что это деликатес и очень важно оставить жаберный плавник вместе вот с жаберной костью это называется колтычки колтычок на камчатке это это очень важный элемент если этого в ухе нету уха не получилось все и обязательно палтус палтус я резал вместе с костями ну как меня учили на камчатке я столкнулся там с этим на каждом шагу что с костями все гораздо вкуснее я говорю можно жить кость может упасть в горло не горят но ни у кого на у нас не попадает поэтому мы все делаем с костями упал туса нет чешуи практически и можно чуть-чуть поскоблить ножом но я тоже оставил и куски палтуса с кожей главное отличие камчатской ухи от всех остальных это отсутствие какой-либо крупы на камчатке считается дурным тоном добавлять какую-либо крупу не добавляют помидор кто-то добавляет но чаще всего не добавляют томат и не томатную пасту не помидор никакую обжарку и самое главное должно быть много рыбы и мало овощей вот это камчатская уха потому что рыбный край может себе позволить когда рыбу опускаем в бульон ее не нужно мешать для того чтобы она не рассыпалась я сразу нажимаю на booster для того чтобы она вскипела и уха готова не нужно варить долго рыбу нужно только довести ее до кипения и чем быстрее мы это сделаем тем вкуснее получится ухо как только уха закипела сразу же выключаем плиту и убираем потому что если вы будете варить рыбу она станет сухой жесткой теперь добавляем лук и укроп довольно большое количество так будет гораздо вкуснее лук с укропом слегка перемешиваем и наливаем в тарелке обязательно должен быть в тарелке колпачок обязательно половинкой головы без этого никак несколько кусочков палтуса несколько кусочков горбуши уха должна состоять из рыбы а в камчатской ухе должна быть обязательно дикая рыба потому что там ничего не выращивают и когда мы им говорим что в москве едят выращенную рыбу не горят конечно когда у тебя в реках плещется все это вот так вот выскакивает можно себе позволить такую штуку бульон со 1 картофель и морковь и заливаем все это бульоном бульона должно быть поменьше а рыбы побольше и камчатскую уху нужно раскладывать обязательно большими порциями потому что это же рыбный край поэтому уха камчатская должна быть простая вкусная насыщенная и наваристая не бей я почувствую себя так